Всем привет! Меня зовут Станислав Орехов, я дизайнер интерьера и руководитель системной студии дизайна. Мы уже более 10 лет с коллегами воплощаем и реализуем проекты частные, общественные, рестораны, отели, офисы, дома, квартиры, ну и многое другое. В этом видео хочу пригласить вас на мастер-класс, который называется «Стандарт профессии», в котором мы систематизировали все наши знания о том, как разложить функцию дизайнера на составляющие, и как это можете сделать вы, и главное, для чего это нужно. Так получилось, что в нашей стране на данный момент не существует единого стандарта профессии по дизайну интерьера. То есть если вы откроете то, чему учат, будут учить дизайн среды, то есть нет такого понимания, как дизайнер интерьера. Я считаю, что это несправедливо, это неправильно, наша профессия имеет под собой отдельный большой пласт, и она не должна быть каким-то подуровнем общего дизайна. Именно поэтому мы решили и сделали подробное описание всех процессов, которые возникают в проектировании и в сопровождении проекта. Как дизайнер может разделить те функции, те действия, которые он выполняет, на составляющие. Всего это 10 составляющих, которые мы будем изучать в этом мастер-классе. Это обмерщик, дизайнер, ведущий дизайнер, менеджер проектов, чертежник, визуализатор, комплектатор, руководитель студии, арт-директор и декоратор. Вот это 10 основных позиций, которые так или иначе присутствуют в каждом дизайне интерьера, и которые можно выполнять либо один человек и называться дизайнером, который делает вообще все вместе, такое очень часто бывает. Либо, если этот дизайнер начинает что-то делегировать, становится сначала небольшой, а потом уже серьезно организованной студией, то он может все эти роли, все эти должности разделить. И о том, как это разделить, как сделать это правильно, кто что должен делать, чтобы не пересекаться, кто занимается одним, как передает информацию другому сотруднику и каким образом все это может взаимодействовать, мы с вами и поговорим в этом мастер-классе. Информация и стандарт профессии будет очень полезна начинающим. Те, кто учится сейчас на дизайнера интерьера, либо в колледже, либо в высшем учебном заведении, либо на курсах, и думает, каким образом стать помощником дизайнера, вообще начать действовать в этой профессии. Изучив какую-то тему от начала до конца, вы сможете спокойно прийти в компанию и устроиться либо чертежником, либо менеджером, либо дизайнером. У вас будет точный список, точный перечень навыков, которые необходим для того, чтобы выполнять свою функцию не как начинающий, а как уже профессионал. Естественно, набираться опыта и таким образом ускорить свой карьерный рост. Если вы уже дизайнер и работаете в одиночку, но давно мечтаете взять себе помощников, но почему-то пока не получается. Вы берете себе помощника, он что-то делает, но чаще всего вам приходится переделывать за ним работу и, по сути, проще сделать самому, чем кому-то отдать, проследить и потом еще за это отвечать. Это не потому, что люди плохие или не знают, как работать, или что вы можете сделать лучше. Это потому, что не описаны точные формулировки и не даны точные примеры, что должно быть в работе вашего помощника, а что ему делать не нужно. Так вот, вы можете вычленить те вещи, которые вам не нравятся делать из стандарта профессии, и именно эти вещи поручить помощнику. Написать стандартные шаблоны, инструкции и освободить себя от рутины. Так, шаг за шагом, набирая проекты, набирая общение опыта с клиентом, вы будете собирать себе команду и со временем станете студией. Если вы уже студия и у вас уже работают несколько человек, у вас есть достаточное количество клиентов, с которыми вы работаете, то здесь возникают вопросы, проблемы, где взять новых сотрудников и как им делегировать часть работы. И стандарт профессии поможет и здесь, потому что вы можете набирать себе уже подготовленных специалистов, которые учились не у вас в студии, вам приходится учить их заново, а где-то. И учились по единым стандартным, единым шаблонам. То есть, когда они приходят работать в вашу компанию, к примеру, приходит обмерщик, вам не надо учить заново, он уже знает, что нужно делать, что делать не нужно и в каком виде выдавать то, что он обмерил, что это должно быть в определенном формате, в определенном папке с определенными названиями. Вот это очень полезно, не нужно никого переучивать, можно брать готовых сотрудников. Все это, как планируется, приведет к росту и к упрощению работы студии дизайна. Если вы новичок, быстрый старт, если вы профессионал, возьмете помощников, освободите себе время, а не будете работать 24 часа в сутки. И если вы студия, то сможете построить работу команды, а самому выйти из управления и заниматься другими вещами, которые тоже должен делать руководитель студии. Это организация административной работы и привлечение, естественно, клиентов и развитие студии. Об этом, обо всем мы будем с вами достаточно подробно говорить на этом мастер-классе. И я хочу передать вам полную систему работы и системы управления. Если эта тема вам интересна, внимательно следите за обновлениями, приходите в следующее видео и смотрите пошагово. Мы объясним каждую профессию, что входит, что не входит, как, что и почему. Если у вас будут какие-то вопросы, пожелания и предложения, оставляйте их в комментариях. Ну и, конечно же, поделитесь этим видео с друзьями, потому что если мы все будем работать по единым стандартам, и эти стандарты будут универсальны, и всех они будут устраивать, это даст только положительный скачок в нашей индустрии дизайна. Увидимся в следующих видео.